МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И идете сразу назад, фаза. Да, стена. Пошел микрофон меня. Стена-то, как говорят, да. Фирсов, конечно, и тут, и там, и вам, и нам. Все понятно. Хорошо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно потрогать, кушать? А тяжелый, конечно. Алёха, ничего нет в этом жанре. Это камни? Галька с пляжа. Какая галька? Ага. Где такой пляж найти? Надежда Георгиевна, вы уже пришли, у нас уже праздник. Уже хорошо. Ну, наверное. Потому что, когда приходите на Вайт Медиа, у нас сразу все складывается. Это правда. Правда? Я дружусь с Вайт Медиа. Волнуетесь ли? А я всегда волнуюсь. Я же артистка. Даже когда я убеждена, я все равно волнуюсь. Ведь тебя ждет выход в неизвестность, и эта неизвестность может быть разной. Примерно представляете, какие коллективы вас сегодня ждут? Догадываюсь. Так-так-так. Нет, я просто вижу по одежде. Ага. Для меня этого достаточно. Наша закулисная жизнь, она кипит, и всем все видно сильно. И ты должна, ты должна сегодня добиться, чтобы он вошел в вашу секту. Народников, Лазарев. Я уже давно. А он давно с нами. Он со мной точно. Нет, Надюша, нет, нет, нет. Поверь мне. Сережа, есть сомнение. Там нужна проработка. Я поработаю в этом направлении. Я его сколько не уговаривал надеть кокошник ни в какую. А зачем его кокошник? Мужики кокошники не носят. Извини. Коль, ты не знал? Нет. А что? А ну у тебя, наверное, серия кокошников дома, но их не носят, Коль. Нет, кокошники девочки носят. А, а что мужики носят? Ну, картуз. Во, картуз. Все, об этом поговорим. Фураж. По паху, что угодно. В зависимости от костюма. Не надо его портить. Коля. Обожаю. Надежда Георгиевна, проходите. Царица. Я пошла. Слушайте, я на самом деле нахожусь в таком восторге, потому что я попала, во-первых, на юбилейные выпуски, еще на полуфиналы. Мне кажется, здесь сейчас просто приехали самые классные артисты, которые будут болеть за участников, а еще спецвыпуск хоров. И я просто почувствовала ту атмосферу, которой я была, наверное, с пяти лет, потому что я реально пела и в хоре, и закончила музыкальную школу по классу хореографию. То есть для меня народники – это прямо вот мое. То есть уже вот играет кровь, да? Конечно, конечно. Я танцевала все народные танцы, пела все народные песни с самого детства. Поэтому для меня это вот атмосфера. Я говорю, как будто я окунулась в детство. Все, мы пошли на стену. Так вот. Ты прежде всего без руков. Без руков? Да. В каком фильме? Во всех? Серега так же во всех фильмах говорит. Надо только прислушаться. На самом деле, правда, спасибо вам огромное. Как русская душа это требует. Да. Да. Сложно в этом году, пятый сезон, потому что участников очень много. Все такие необычные, интересные, яркие. Конечно, очень много у нас споров среди экспертов. Такие споры, и знаете, аж даже некоторые на личность переходят. Вот надо все-таки как-то нам тоже держаться и показывать тоже свое воспитание и культуру. Потому что все-таки мы профессионалы своего дела. И самое главное, когда эксперт поднимается, нажимает на красную кнопку, если он голосует за или вообще не голосует. Надо дать полный, открытый комментарий. Просто мурашки у меня были или не были мурашки. Это эмоциональное пение или эмоциональное пение. Я считаю, что это немножко не комментарий. Это зрительская история больше, а не судистская. Да, это зрительская. Потому что все-таки мы не зрители. Надо помнить о том, что мы сидим в стопке, не зрители. Мы должны прям по критериям оценивать конкурсанта. Критериев очень много. В вокале, в ансамблях. И они различаются, бывает. У народников одни критерии, у эстрадников другие критерии. Если там какое-то инструментальное пение, у них совершенно другое направление. И тут надо иметь большую компетентность в экспертах. Ну и поэтому мы сидим, думаем, решаем, совещаемся, голосуем. Потом, может быть, кто-то и передумывает, что поднажал на кнопку, например, поторопился. Есть такие моменты, да? Кто-то, наоборот, не успел на кнопку нажать. Это уже вот такая вот наша работа очень сложная. И при этом на стене очень тепло. Да. А тепло от чего? От наших конкурсантов. Потому что они такие горячие, такие солнечные. А когда они выходят на сцену, мы немножко волнуемся. У нас тоже наполняется кровью наше тело. И мы от этого наполнения, нам тоже становится тепло и горячо. Особенно, когда начинаем мы танцевать, конечно, это очень сложно. Стена вот так ходуном ходит, особенно на пятом этаже, где я сижу. Те, это неправильно. Это... Николай, дорогой. Те амо. По-испански вы говорите? По-испански немножечко, да. Ти амо по-итальянски. Ну, по-итальянски ти амо. Ти амо, конечно. Поэтому лучше ти амо. Ну, нам решилось, что... Вы испанцы. ...посексуальнее, поскольку, видите, всем хочется секса. Те амо, как... Да. Мы на стене тут несколько дней, всем хочется столько секса. Пожёстче, так пожёстче. Мы вас жёстко и провожаем. 69 голосов. 69. Very sexy. Цифра. Пока-пока. Спасибо. Давай-давай. Давайте по-честному. Сейчас просто 2 часа ночи. Мне очень интересно знать, сложнее ли дался выпуск с хорами, чем обычные выпуски. Буду честна, да, чуть-чуть сложнее, потому что оценивать хор, тем более это вторая передача у нас уже за этот день, и съёмка началась в 21 час. Было сложнее ещё, потому что был очень такой яркий контраст между молодыми исполнителями, да, и уже матёрыми. И, конечно, очень хотелось бы услышать в финале молодых. Но сегодня так вышло, что прошли финал уже очень опытные. Безусловно, те, кто прошли, они этого по-настоящему достойны. Это очень сильные вокалисты, это очень слаженный коллектив, это многолетний труд, который наконец-то по достоинству оценили. Я думаю, что для них это будет прорывом, и впереди их ждёт очень большое будущее. Я, безусловно, очень рада тому, какой сегодня получился исход. У меня даже нечего добавить. И это не потому, что 2 часа ночи, а потому что ответ исчерпывающий. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Твой голос надо просто записать, ну вот это, для помощи людям, которые нервничают. Ты вот этим голосом должен прямо говорить. Либо будильник ещё. Повьём! Нет, нет, именно это. Нет, именно вот так. Расслабьтесь. Ничего не происходит. Мы вам ничем не поможем. Но мой голос вам поможет всегда. Ваш голос, мой голос, это всё вместе. Ну-ка все вместе. Смотрите нашу программу. Там вам станет легче. Как ты так говоришь? Я даже не понимаю. С 14 лет. То есть ты так утром проснулся, сначала говорил так, просто в один день проснулся. Здравствуй. Нет, он сначала бежал. Мама, мама, мама. Утром. Мама. Нет, у меня до 14 лет был, в принципе, ну такой детский голос. До мутации. Потом буквально 2 недели. Это мутировал. Я с жёсткой ангиной переболел. У меня был настолько дикий кашель. И вот, в принципе, после этого у меня голос такой и остался. Ой, наконец-то мы узнали твою шикарную историю. Да, нужно заболеть ангиной и долго-долго кашлять. Ну вот, всё. Довольно. Она хитрюга, партизанка. Понятно, что съёмочная группа знала, что она там будет. То есть она действительно не знала. В последний момент переодевалась, пряталась где-то всё время. Да, в коморте. Страшно перед своими-то выступать? Очень. Это вообще большая ответственность выходить перед людьми, с которыми ты уже не первый год вместе работаешь. Ну, даже не работаешь, а проводишь время на одной стене, обсуждаешь, ругаешься. И нужно, конечно, выйти и подчеркнуть, показать себя во всей красе. Ты кайфанула? Да. Я кайфанула и первый, и второй раз. Хотя вначале очень сильно, честно признаюсь, переживала. Потому что всё-таки, опять же, перфекционизм. Очень хотелось, чтобы всё было очень хорошо. Очень хотелось, чтобы сотни отреагировали тоже положительно. Что и случилось. Для них это был большой сюрприз. И, в общем, было круто. Я вообще в таком восторге. На самом деле, находиться на сцене, все говорят, там жутко страшно. Там круто находиться. Приходите участвовать в наш проект, на сцену. Там тепло, уютно. И сотня классная. Так получилось, что у нас из коллектива всего по двое человек сидели за тумбами. И ты впервые смотрела за всем процессом оттуда, откуда смотрим на него мы. Совсем из-за кулис. Ну и как тебе? Ой, мне понравилось. Не пойду больше на стену. Вот правда. Она говорит, что мне тут делать? Куда мне взять? Что за ракурс? Я не понимаю. Да-да-да, что где? Нет, на самом деле здорово. Потому что всё время, когда ты находишься на стене, ты постоянно в процессе, в процессе съёмок. А здесь ты можешь посмотреть со стороны, что, как. Заглянуть на кухню. Ты где стащила микрофон? Это наш. Я в него пела. Посмотреть, как же там она готовит этот борщ. И как же наша хозяйка Юлия Сергеевна готовит борщ? Ой, Юлия Сергеевна готовит потрясающий борщ. Это такая машина. Это просто огромнейший концерн. Правильно? Холдинг, как назвать? Большой дом под названием «Ну-ка все вместе». Очень мне понравилось, здорово. И вообще я просто даже не пожалела, что я пошла именно со своим коллективом участвовать. А ты сейчас поняла, что ты в финале не будешь на стене? Вот сейчас, в данный момент. Ты осознала? Или вот только сейчас? Нет. Осознай. Вот как мы без тебя в финале? А? А вот не знаю, как. А вот тоже не знаю. Придется прийти, сесть, стульчик поставить рядом с краешку, сесть и сказать, извините, я без вас не могу никуда. Я не знаю. А вы увидите в эфире? Да. А вы увидите. Краса наша. Ой, мне малым мало спалось. Ой, да вас не привиделось. Привиделось, чтобы они к нам... А, видишь, мы даже не репетируем. Это мы лирику ждем сейчас. Меня зовут Георгий Журавлев, я эксперт шоу «Ноку все вместе». Третьего сезона, четвертого сезона, суперсезона и пятого сезона. Хорошо, что пока хватает пальцев на руку. Да, у меня, значит, я академический музыкант, стимфонический дирижер. У меня четыре высших образования. Сейчас я пошел на пятое. Руковожу одним из лучших в России детских хоров. Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова. В шоу я попал через жесткий кастинг. Очень счастлив, не пропускаю ни одной передачи. Мы сидим на высоких полках, конечно, на шестом этаже, в шестом ряду. Но у нас очень жаркие обсуждения. Жаль, что до нас не всегда доходит микрофон, потому что действительно очень много мыслей, очень много эмоций, которые хочется выразить просто о своей речи. Или хотя бы просто, чтобы артист хоть немножечко услышал доброе пожелание, совет или какой-то ключ к улучшению своего мастерства. Потому что если даже ты не встаешь, то у настоящего эксперта всегда есть мысль, как сделать так, чтобы было чуть-чуть получше. Не обязательно человека критиковать, не обязательно его ругать или топить, что-то подобное. Ты можешь ему подсказать какой-то ключик, и все совершенно поменяется. А когда эксперт стоит, то хочется отметить также сильные стороны, которые иногда не проговариваются. Это немного досадно, потому что просто начинают хвалить, лить елее в уши. А хочется сказать конкретно, это самая сильная сторона, вот это первая, вторая, третья. На это делайте акцент, на это делайте убор. Это просто секрет успеха. Иногда с шестого ряда реально не видно, куда смотрит артист. В таких случаях мы действительно ориентируемся только на его внутреннюю энергию, на его харизму, на то, как он способен заполнить весь павильон своим звуком и своей артистической глубиной. То есть такие певцы, которые поднимают шестой ряд, они работают как будто бы на стадион своим энергетическим затратам, потому что это огромное расстояние. И вот когда наш ряд весь подрывается на таких артистов, это лучший из лучших певцов просто. Главный показатель, как выяснилось. Да, как выяснилось, да. Все нормально? Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы так болели за казачий хор. Мы так неистово голосовали. Что? Пришлось пожар, теперь я русалочка. Теперь мы ищем ведьму, которая вернет ей волосы и ноги. Ей так понравился твой голос, что она его забрала после выступления, просто понимаешь? Ты думаешь? Ищите девочку с ракушками на грудях. Это Макитовна, она уже уехала. Берегите голос, вам он еще пригодится на полуфинал и финал. Вы знаете? Хотя, знаете, ваш голос... Это от большой любви. Вы такой прекрасный, колоритный, замечательный. На самом деле, это просто шут. А смех какой прекрасный. Даже сейчас бепель берет. Я прожила достаточно долгую жизнь. И Мимбрагим вам о чем-нибудь говорит. Вот так, вот так мои глаза... Блин, жесть. Вот так мои глаза... Береги голос. Нашу внуку всем вместе. Я отдал свой голос казачьему хору. Да, мы заметили, да. Вот и он и прошел. Вот они два голоса. И они выиграли. Да, перевесили. Вот они прошли. Поэтому мы счастливые. Мы счастливые уезжали. Мы счастливые. Другая программа. Давай, другая. Пойдемте. 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 Пойдемте, дядя, дядя. Пойдемте. Вернем голос. Братья. Скоро, скоро. Невероятно. Потрясающе. Такие разные все. Так круто. И в конце прекрасная. Это такая светлая, добрая точка. Это Левчиковская. Я в кайф. Хоры. Я всегда вас люблю. Ну-ка, все вместе. Всем спасибо. Спокойной ночи. Надеюсь, вам удастся спасать.